здравствуйте уважаемые зрители вот скажите мне друзья что из казахстанского вы носите я имею ввиду из одежды или обуви если у вас в гардеробе куртка плащ или пальто отечественного производства надеваете ли вы костюм или платье ну или хотя бы рубашку блузку или футболку какого-нибудь казахстанского предприятия наверное вопрос сложный скорее на засыпку потому как сразу и не вспомнишь если в нашем гардеробе вещи нашего же производства уверен у многих из нас таких вещей просто нет а жаль к чему я затронул этот вопрос так вот сегодня о развитии казахстанской легкой промышленности говорили в верхней палате нашего парламента по словам спикера сената дороги назарбаевой у нас импорт продукции легк промо в 17 раз превышает экспорт если честно судя по тому что мы носим то мне кажется что у нас все импортная одежда уж точно ну а на мне вот ничего отечественного нет оттого и грустно конечно же своей речи госпожа назарбаева перечислила 6 основных аспектов мешающих развитию легкой промышленности в казахстане это нехватка сырья отсутствие необходимого современного оборудования конкуренция теневой рынок дороговизна производства и слабая государственная поддержка этой отрасли все так и есть хотя к примеру ровно год назад у нас была принята дорожная карта по развитию легкой промышленности и что же чиновники в отчете написали что необходимые меры для становления легк промо у нас приняты на деле же однако как отмечают эксперты за последние пять лет доля импорта в одежде у нас составила 85 процентов согласитесь статистика неутешительная хотя могло бы быть все наоборот легкая промышленность могла бы стать локомотивом нашей экономики могла бы но и вроде бы все ресурсы у нас есть для этого и сырье в стране полно шкур от крс и средства государство вроде выделяет деньги и самое главное есть люди что хотят и могут работать в этой сфере однако легк промо у нас хромает на обе ноги почему так происходит выпускаемая казахстанская продукция невысокого качества или не по карману соотечественникам а может со стороны государства нет необходимой поддержки ведь кроме льготных кредитов нужны еще и преференции по налогам обучение предоставление торговых помещений и так далее и тому подобное ведь сейчас нашему производителю очень трудно пробиться со своей продукцией в наши торговые центры которые забиты иностранными брендами и где очень высокие арендные ставки позвольте привести один пример я в прошлом году был на одной столичной выставке где свою продукцию выставляли отечественные производители так вот в один момент все посетители в том числе и чиновники присутствовавшие там столпились около одного маленького незаметного стенда где были выставлены мужские рубашки и сорочки которые шьют в казаларде надо сказать что продукция была качественной а цены приятными для нашего кошелька и большие начальники при всех обещали помочь бизнесмену зайти со своей продукции в крупные торговые центры однако воз и ныне там казаларде я таки не увидел эти рубашки в столичных бутиках практически на всех форумах и совещаниях наши чиновники с воодушевлением рассказывают о радужных перспективах легпрома и заявляют о том что приоритетом развития отрасли является ориентированность на экспорт это наверное правильно не знаю но вот у меня есть небольшая ремарка думаю прежде чем ориентировать производителей на внешние рынки надо сначала насытить свой внутренний рынок а наши рынки и магазины заполнены сами знаете какой продукции китайской турецкой российской киргизской и уже узбекской к примеру китай пошел именно таким путем сначала там наладили производство всего своего наполнили внутренний рынок с миллиардным населением а уже затем вышли за пределы страны и одели весь мир кстати прошлой осенью мы со съемочной группой нашего телеканала были в китае сняли двухсерийный фильм о том как начинался и как развивается бизнес поднебесной этот фильм скоро выйдет на экраны не пропустите будет очень интересно да что до легкой промышленности то это отрасль в экономике китая занимает 21 процент еще раз повторюсь 21 процент у нас же в казахстане доля легкой промышленности внимание 0,1 процента даже в такой маленькой европейской стране как португалия доля легпрома ввп в 220 раз больше чем в нашей стране обидно как то сейчас у нас всего 40 предприятий выпускающих отечественную продукцию в этой отрасли на данный момент трудится около десяти тысяч человек а теперь для сравнения в советское время на предприятиях казахстанской легкой промышленности трудилось 200 тысяч человек тогда работали такие гиганты как алматинский хлопчатобумажный комбинат костанайские семипалатинские комбольно-суконные фабрики джамбульский кожевинно-обувной комбинат и многие другие было 18 швейных фабрик наиболее развитыми из отраслей легпрома были кожевинная обувная овчинно-шубная шерстяная трикотажная и хлопчатобумажная это все было тогда ну а что же сейчас приведу один пример чуть больше года назад на одном из совещаний посвященных импортозамещению Нурсултан Назарбаев обращаясь к министрам воскликнул вы посмотрите на себя если на вас всю иностранную одежду забрать то вы здесь будете сидеть голые в этой фразе вся суть нашей легкой промышленности пожалуй на этом и закончу всего вам доброго и смотрите нас в социальных сетях а